Если посмотреть на пушку практически любого танка послевоенного периода, то на ней можно увидеть достаточно большое утолщение ствола. Зачем же оно нужно? Основным танком Красной Армии была легендарная 34-ка, но у нее были свои недостатки. Один из них – плохая вентиляция боевого отделения. Продувка ствола после выстрела, как у немецких танков, отсутствовала, и пороховые газы попадали в башню. Слабый вентилятор не мог справиться с ними, в результате чего после нескольких выстрелов башня заполнялась пороховыми газами, от которых заряжающий даже мог потерять сознание. Концентрация СО в боевом отделении после 5 выстрелов превышала допустимо предельные значения в 4-5 раз. В 1948 году на пушку американского танка М-26 «Першинг» впервые был установлен эжектор. В 1955 году эжектор установили и на нашем Т-54А. Это устройство было разработано для продувки канала ствола от пороховых газов после выстрела и уменьшения загазованности боевого отделения танка. Внешне эжектор выглядит как цилиндрическое утолщение на стволе. Внутри эжектора имеется впускной клапан и выпускные сопла, направленные под углом к дульной части ствола. Принцип его работы заключается в разном давлении внутри ствола и эжектора. При выстреле пороховые газы, следующие за снарядом под большим давлением, открывают клапан и заполняют эжектор. После вылета снаряда из канала ствола давление в нем резко падает. Газы из эжектора под большим давлением начинают выходить через сопла в направлении дульной части ствола, при этом высасывая за собой оставшиеся в канале ствола газы. Все это происходит за доли секунды. При выходе эжектора из строя, например, если в нем образуется пробоина, продувка ствола прекратится и пороховые газы начнут поступать в башню. Это может вызвать серьезные нарушения в работе экипажа, который будет вынужден использовать противогазы.